Всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я расскажу о том, как правильно использовать каждый тип супер юнитов, особенно в период глобальных скидок на них. Прошлый ролик посмотрели явно не все, потому что там всего 1000 лайков. Обязательно гляньте, а под этим видео давайте соберем 1500 лайков, чтобы каждый клэшер его точно увидел. Клан 4 уровня Евгнев ищет бойцов, начиная от 9 ратуши для участия в клановых войнах и ЛВК. Клан появился совсем недавно, но нацелен на быстрое развитие. Ребята успешно закончили июльский сезон в ЛВК, подняв там лигу, а теперь работают над клановыми войнами, чтобы продолжить озеленять свой варлок. Все новости и общение помимо чата клана происходит в телеграм-канале, а тег клана можно найти в описании к этому ролику. А еще некоторые ребята из этого клана являются моими постоянными зрителями и не пропускают ни одного стрима, так что вам всегда будет что обсудить. Идея снять данный ролик ко мне пришла совершенно спонтанно. Зайдя в клэш, я обнаружила, что сейчас идет очень классная скидка на использование супер юнитов, аж целых 70%. И я подумала, а почему бы не сделать ролик, которым я расскажу подробно про каждого супер юнита, ведь сейчас наверняка с такой скидкой многие, даже те, кто не играют с супер юнитами, задумались о том, а какого супер воина стоит нанять, а какого нет. Поэтому данный ролик будет являться своеобразным гайдом по использованию супер юнитов. И начнем с самого первого, супер варвар. Самый очевидный способ его использования это фарм. Об этом я делала отдельное видео, ссылку оставлю в описании, сможете посмотреть. Полные лагеря супер варваров это очень хороший микс для фарма, начиная с 11 тоунхола. Что же касается другого использования, то нужно ориентироваться на способность супер варвара. У него увеличена скорость и урон на первые 8 секунд. Однако и занимает он 5 мест, в отличие от обычного варвара, который занимает одно место. Но именно благодаря этой способности супер варваров можно использовать в качестве юнитов для дозачистки на КВ либо на ЛВК, если часть трени находится за забором. Причем не обязательно даже без обидных можно направлять супер варваров и на строение дефа. К примеру, на мортиру, которая имеет слепую зону. Варвар подбежит к ней очень быстро и точно ее снесет, даже получая урон от других строений. Второй юнит это супер лучницы. Ее особая способность меткий выстрел. Стрелы супер лучницы поражают сразу несколько целей, которые находятся на одной линии. Исходя из этой способности, очевидно, что супер лучницу нужно использовать на тех расстановках и на тех базах, где строения стоят по одной линии, по горизонтали либо по вертикали. Давайте взглянем, как работает это на практике. Итак, сейчас высаживаем супер лучницу на мастерскую и она зацепляет еще фабрику заклинаний. Вот если вы видите такое расположение строений, тогда супер лучницы эффективны. Если строения расположены как-то иначе, тогда супер лучница будет неэффективна, потому что занимает больше мест, чем обычная лучница и толку особо не приносит. Поэтому она очень специфическая, именно по этой причине ее редко используют, но на некоторых расстановках, к примеру, как здесь, она может очень помочь. Третий юнит супер гигант, и его особая способность стенолом. Он наносит повышенный урон стенам, но при этом занимает в два раза больше мест, чем обычный гигант. 10 вместо 5. Оправданно ли это? В принципе да, если вы используете супер гигантов в спам-миксах, например, супер гиганты, ведьмы, боулеры. Чаще всего этих юнитов можно увидеть именно в такой связке. Благодаря повышенному урону по стенам, они быстро проникают внутрь базы, что дает преимущество при атаке спамом. Такую связку обычно можно встретить на КВ, либо же на ЛВК, а вот на фарме такое вы вряд ли увидите, потому что нанимать супер юнита, который не сильно помогает в фарме ресурсов, это не очень-то оправданно. А вот кто действительно вам очень хорошо поможет при фарме ресурсов, это супер гоблин, либо же коварный гоблин. Его особая способность манти дает невидимость для защитных сооружений на первые 5 секунд. И вот эти 5 секунд очень сильно решают, потому что благодаря своей способности гоблины успевают добежать до хранилищ, до сборщиков и забрать оттуда ресурсы. Причем речь идет не только о тех строениях, которые стоят за забором, но еще и о тех строениях, которые находятся внутри, особенно если вам попадается заброшка, либо же какая-то слабая база. Там можно очень хорошо разгуляться с супер гоблинами, и об этом я также делала отдельный ролик, оставлю ссылку в описании. Причем самое главное, что не обязательно выпускать все лагеря, вы можете использовать часть супер гоблинов, а вторую сохранить для следующей атаки. Как правило, большинство ресурсов вы сможете унести даже половиной армии. Супер стенобой отличается от своего собрата из родной деревни способностью мегабомба. Бомба большого размера, которая взрывается, когда стенобой подходит к забору. Но что самое главное, она взрывается даже после его смерти. Поэтому риск не открыть забор практически сводится к нулю. Именно по этой причине супер стенобоя часто используют в сочетании с квинохилом, когда нужно гарантированно открыть забор для королевы под хилками, и вы боитесь, что обычных бомберов не хватит. Да, супер стенобой занимает больше места, но это опять же гарантия того, что у вас все получится, и ваш квинохил не пойдет гулять по кругу. Ракетный шар добавлен не так давно, но уже активно используется игроками, которые предпочитают атаковать воздухом. Благодаря своей способности ускорителей, скорость шариков увеличена на первые 4 секунды. В остальном они не сильно отличаются от обычных шаров, единственное только что занимают чуть-чуть больше места. Однако, опять же, под специфические базы, например, вот такие, эти шарики мгновенно подлетают к строениям дефа и успевают их уничтожить, потому что получают меньше ударов от строения дефа, чем обычный шар. Еще могут схватить на себя бомбу и таким образом открыть вам дальнейший путь к базе. Супер колдунов можно использовать сразу в нескольких вариантах. Самое главное, что о них нужно помнить, это их особая способность, цепная магия, которая действует по аналогии с электродраконом. Поэтому супер колдунов выгодно использовать на подчистке на тех базах, где строения стоят очень близко, так вы сэкономите время. Также можно использовать супер колдунов в качестве основной армии, если вы играете спамом. В качестве спама можно брать обычных големов или заменять их на ледяных големов, на гигантов, на супер гигантов, на йети, вариантов очень много. Но самое главное, чтобы у вас присутствовали ведьмы и те самые супер колдуны. Если база при этом плотная, либо же строения стоят близко друг к другу, то супер колдуны будут очень быстро продвигать вас вперед. Еще один интересный вариант использования это десант супер колдунов из дирижабля под рейджем и инвизом. Рейдж усиливает супер колдунов, а инвиз не дает им умереть в первые секунды. Таким образом вы сможете выгрызть из центра базы самые неприятные для вас строения. Следующий супер юнит это пламенный дракон и его способность адский луч. Чем дольше он атакует одну цель, тем больше он наносит урона, по аналогии с дефом, который называется сингл инферно. Пламенного дракончика используют в качестве юнита для дефа, когда сажают его в клановую крепость. И также есть отдельный микс с ним, который можно приравнять к спаму, но только по воздуху. Суть заключается в том, что вы высаживаете вперед шарики, они берут на себя все воздушные минки, а сзади в линию высаживаете пламенных дракончиков. Используйте хранителя на воздух, прожимаете практически в самом начале для того, чтобы у вас максимальное количество пламенных дракончиков сохранилось. И впоследствии используйте скелетные заклинания на швырятели. Но на этой базе их нет, поэтому здесь можно использовать на арбалеты или на что-то другое. В дополнение можно взять фризы, которые вы можете кидать на инферно, либо же чистильщики. Уже смотрите по ситуации и по самой расстановке. Еще один юнит, которого часто можно увидеть в клановой крепости, это супер миньон. Сажают его туда по той простой причине, что его способность, дальний выстрел, позволяет в течение первых пяти атак супер миньона атаковать с дальней дистанции. И войска соперника, как правило, не достают до супер миньона вот в течение этих пяти ударов. Это очень сильно решает, потому что за это время супер миньон может нанести весьма неплохой урон. В сочетании с ним лучше всего брать какую-то мелочь, к примеру, как здесь использованы обычные мухи, потому что войска соперника будут отвлекаться на то, чтобы убить обычных мух, и супер миньоны в этот момент будут наносить урон по войскам соперника. А вот супер валькирия не сильно таки прижилась в клэше. Даже несмотря на свою особую способность, прощальный сувенир, она не очень нравится игрокам, потому что занимает довольно много места. Целых 20 мест против 8 у обычной валькирии. Способность прощальный сувенир позволяет выкидывать баночку рейджа после смерти валькирии. Поэтому разумнее всего не набирать полные лагеря этих юнитов, а взять буквально одну-две штучки, которые пойдут в центр, и после своей смерти создадут дополнительные рейджи для вашей основной армии. Эти рейджи, конечно, гораздо меньше по радиусу, но все равно будут являться для вас дополнительной банкой, и, возможно, помогут вам более эффективно прорваться в центр. Супер-ведьма до недавнего времени тоже использовалась весьма крайне редко, потому что занимает аж целых 40 мест. Это очень много. На эти места можно взять множество других полезных юнитов. Однако с недавнего времени с ней тоже появился хороший микс. Благодаря своей способности, малыш, Супер-ведьма призывает одного гигантского скелета, который может поглощать довольно много урона. Поэтому можно использовать в качестве основного захода ведьм, которые и будут создавать скелетов и впитывать этот урон. Однако здесь необходимо использовать Квинохил с одной стороны и, например, Короля для разрыва полукруга с другой. Именно в этом случае ваши Супер-ведьмы пойдут четко в центр, а не свернут куда-то в сторону. Когда Королева-лучниц погибнет, то хилки переместятся на ведьм и будут их поддерживать. Но самое главное, не подставляйте самих ведьм под урон. Под урон должен подставляться только их малыш-скелетик, а ведьмы должны стоять в сторонке. В противном случае весь ваш микс развалится, и атака будет провалена. И, наконец, последний Супер-юнит – Ледяная Гончия. Ее способность подавать холодным создает замедляющий эффект, и после своего распада Гончия вокруг себя оставляет маленьких ледяных собачек, которые также все подмораживают. Вопреки ожиданиям, эта Гончия редко используется в составе воздуха. Однако очень часто ее используют в клановой крепости, и она действительно создает очень много проблем за счет как раз этого замораживающего эффекта. Более того, после своей смерти Ледяная Гончия оставляет на полу замораживающее заклинание, что мгновенно останавливает армию соперника, и если деф на карте расположен правильно, то в этот момент, пока армия обездвижена, можно нанести ей очень хороший урон. Теперь вы знаете, при какой ситуации и на каких расстановках нужно использовать каждый Супер-юнит. Ну а я же хочу поблагодарить спонсоров канала Александр Легендарный, Дэм Лакомко, Дэм Варгу Супер и Даниил Шевцов за помощь и поддержку в развитии канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клашерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй под этим роликом интересный или забавный комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!